Это Олеся Малибу, звезда Инстаграм и героиня многих телепроектов о знаменитостях. А вот анкета с сайта Интимуслуг, к которой прикреплены фотографии Олеси. Расценки, условия выезда, есть даже эротическое видео с Олесей в главной роли. Неужели звездная красотка действительно приедет в гости к любому, кто готов раскошелиться? А может это чья-то дурацкая шутка? Но нет, мы звоним по указанному номеру и легко договариваемся о встрече. Наша собеседница сходу ставит условия. Она готова приехать только в отель класса люкс. Соглашаемся, встречу назначаем на вечер. Корреспондент будет играть роль клиента, желающего секса со звездой. В назначенный час созваниваемся. Красотка не заставила себя ждать. Я просто люблю изначально поговорить, а потом уже все остальное... Да, я же не против. Ее просто сразу деньги вперед. Ну а как надо? Через 10 лет? Наш корреспондент слегка озадачен такой прытью. Олеся с порога требует деньги, зато уговаривать ее долго не нужно. Девушка прекрасно понимает, зачем ее вызвали. Ну, пожалуйста, час 10 тысяч. Ну, вот мы сейчас договорились на сервисе, правильно? Ну, с допами, без допов. Ну, допы в плане. Ну, какие допы? Ну, допы меня интересуют без резинки. Ну, буквально 6 тысяч. У меня здесь резинки 6. Если мы укладываем все-таки в 90 нормально, то я просто правильно. Часто до 8 утра. Давай 100. Не переставая торговаться, звезда Инстаграм отправляется в ванную комнату. Ладно, все, я пойду в душ, что ли? Давай, договорились. 100 тысяч. Смотрите далее. Эксклюзивное расследование программы. Как анкеты телеведущих, актрис, победительниц конкурсов красоты оказываются на сайтах с предложением интим услуг. Я не занимаюсь спортом. Я делаю посты в Инстаграме. Это чья-то шутка? Или они действительно торгуют собой? Правда ли, что в России существует тайный рынок секс-услуг знаменитостей? И как он устроен? Саша, остановись, пожалуйста. Саша! Дотянуться до звезды. Сколько это стоит? Как распознать профессиональную эскортницу по одним только фотографиям? Собственное расследование. Правила съема. Смотрите прямо сейчас. Это цены на эскорт-услуги российских знаменитостей. Кто выложил список в интернет и насколько он соответствует действительности – главный вопрос. С трудом верится, что эти звезды отечественного шоу-бизнеса и гламура действительно промышляют эскортом. На первом месте в списке модель журнала «Плейбой», обладательница аппетитных форм и аккаунта в Инстаграм с пятью миллионами подписчиков – Виктория Одинцова. Она особенно прославилась в сети вот этим видео, где без страховки свесилась с небоскреба в Дубае. В рассекреченном списке ее услуги оценены в сто тысяч долларов. Предположим, все это выдумки. Но тогда что делает ее анкета еще на одном сайте эскорт-услуг? А это одно из профессиональных сетевых сообществ по поиску работы для фотомоделей. Здесь можно увидеть анкеты многих известных девушек российского интернета и глянца. Королевы красоты, звезды интернета, девушки с обложки «Плейбой», актрисы, певицы, телеведущие. Примечательная деталь. В графе «Гонорар», как правило, указана приличная сумма – две, три, иногда пять тысяч долларов. Но за какую именно работу – не уточняется. Совпадение или нет, но в этом же сообществе предлагают свои услуги и самые обычные девушки без звездного статуса. Час в обществе красивой, но не медийной девушке обойдется в десятки или даже сотни раз дешевле, чем просят за свои услуги знаменитости. Кто и зачем вывесил фотографии и анкеты Инстаграм-звезд, королев красоты, актрис и певиц на одном сайте с обычными проститутками? Вот, к примеру, анкета многократной победительницы конкурсов красоты Алисы Котельниковой. Звезда соцсетей, лицо с обложки модных журналов. Связываемся с модераторами сообщества, чтобы узнать, какие услуги предлагает эта модель. Невероятно, чтобы получить контакты даже не самой девушки, а ее менеджера, уже надо заплатить 200 долларов. Зато после этого нам предельно ясно все разъясняют. За встречу с девушкой менеджер просит заплатить полторы тысячи долларов и внести на электронный кошелек аванс треть суммы. А что если это просто интернет-мошенник, который пытается выманить 500 долларов? Может, королева красоты и не подозревает, что кто-то наживается на ее имени? Мы отказываемся от предоплаты и договариваемся, что отдадим всю сумму Алисе лично в руки. И сделаем это только в отеле. Снимаем номер и начинаем ждать. Чем закончится этот эксперимент? Слава и легкие деньги. Об этом мечтают и к этому стремятся. Почему проститутки стали называть себя эскортницами и что на самом деле скрывается за таинственным словом эскорт? Смотрите далее. Любить так королеву. Сколько это стоит и кто платит за это? 90% женщин продается. 90%. Фабрика звезд или рынок элитных проституток? Как работает в России индустрия сексуальных услуг знаменитостей? Ты просила 100 тысяч рублей. Ну, у тебя их нет. Титул в обмен на интим. Какие испытания проходят будущие королевы красоты, чтобы заполучить заветную корону? Нужно раздеться, станцевать перед ними, вы получите место. Что происходит за кулисами многочисленных конкурсов красоты? Саша, остановись, пожалуйста. Эксклюзивный эксперимент нашей программы. Какую сумму нужно иметь, чтобы вызвать на дом королеву? Так, а там просто... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну как? Куда? Не еще больше. Что такое женские секс-туры и сколько на них зарабатывают? Мы сейчас с чем занимаемся? Интимным услугам. У вас нет никаких оснований. За что российские модели так полюбили Арабские Эмираты? А главное, почему в этой стране они ни за что не платят? Какая она, райская жизнь на родине шейхов? Сэкстрим. Эти девушки называют себя фотомоделями. Но кто они в действительности? Чем отличаются друг от друга содержанки, эскортницы и проститутки? Эксклюзивные интервью, собственные эксперименты и уникальное видео в специальном расследовании нашей программы. Правила съема. Смотрите прямо сейчас. Это кадры контрольной закупки московских полицейских. Женщины, среди которых театральная актриса и фитнес-тренер, готовились провести ночь с покупателем. Там в целлофановом пакете упакован денежные средства. В роли клиента выступил оперативник. Он попросил организовать досуг с тремя красотками. За каждую сутенерша-сводница взяла по 150 тысяч. Итого полмиллиона. Я пригласила девушек для знакомства с мужчинами. Понятно. Ты получаешь процент сколько с каждой девушкой? 20-30. От рядовых операций по борьбе с проституцией это отличается тем, что задержанные не провинциальные девочки, работающие в столичном борделе, как на конвейере, а благополучные и социально устроенные женщины. Мы сейчас с чем занимаемся? Интимными услугами? Или вы что-то сейчас... У вас нет ничего сейчас, никаких оснований. Эта дама, театральная актриса, весьма убедительно пытается изобразить возмущение. Говорит, оперативники все неправильно поняли. Подруги просто собрались на девушник. Что тут такого? Просто компания, в которой мы должны были вместе быть, проводить вечер, пить шампанское, есть клубнику. Девушник в однокомнатном гостиничном номере с огромной кроватью? Станиславский сказал бы, не верю. Вот и оперативники засомневались. Тем более, что ее коллега по ремеслу даже не пыталась отпираться. Давно занимаешься в конституции? Года два. Года два. А сколько стоит ночи твоих услуг? Ну, минимально, где-то тысячи долларов. Они вкусно едят, роскошно отдыхают, занимаются спортом так, что глаз оторвать невозможно. А на шопинг ездят в Европу. Они красиво одеваются и не менее эффектно раздеваются. Не жизнь, а праздник. Лучшие курорты. Самые дорогие машины, яхты и самолеты. Одежда и аксессуары только лакшери брендов. Под каждым из снимков тысячи лайков и десятки восторженных комментариев. Но ведь лайками и комментариями сыт не будешь? Откуда деньги на такую жизнь? Они называют себя моделями, певицами, актрисами, телеведущими и дизайнерами. Только большинство этих моделей никто не видел на подиуме. Этих певиц никто не слышал. Эти актрисы не снялись ни в одном фильме. А таких телеведущих Востанкина и знать не знают. Чем же они зарабатывают? Наш эксперт, видеоблогер Мария Капшукова, ведет канал, посвященный девушкам, которые решились устроить свою жизнь в столице. Она уверяет, в последние годы эскорт среди женщин стал явлением повсеместным. В современном мире, я могу огорчить всех зрителей, 90% женщин продается. 90%. Они занимаются эскортом. Девочка-эскортница может выглядеть как учительница первых классов. Она может выглядеть как женщина, которая занимается йогой. Она может выглядеть как фитоняшка. Эффектная внешность, дорогая шуба, соблазнительная улыбка. С этой милой блондинкой наш корреспондент познакомился в интернете. Как ты доехала? Прекрасно, только очень-очень долго. Со стороны может показаться обычное свидание. Но навстречу девушка приехала вовсе не для того, чтобы только пить кофе и слушать комплименты. По деньгам как тебе удобнее? И сколько выходит? А мы вы договорились? Давай остановимся. Ну полтос, правильно? А? На 50 договорились. А по времени сколько ты сможешь пробовать со мной? Ну я в принципе никуда не спешу. Ну до утра у нас есть время? Ну да. Девушка рассказывает, у нее есть вполне приличная работа. А такие свидания за деньги – что-то вроде хобби. Где идти? А где ты работаешь? Я собираюсь. Ну прикольно. Страхуешь людей? Ну в основном мы все юридических лиц. Но почему-то, как только наш корреспондент рассекретил себя, девушка пустилась на утек. Так, если честно, у нас был эксперимент. Телеканал РЕН-ТВ. Саша, остановись, пожалуйста. Саша, скажи, зачем ты этим занимаешься? Александра, Сашка, осторожно не упади. Саша, Саша, там нет дороги. Саша. Конечно, далеко не все промышляют обычным эскортом. Многие перешли на другой, более респектабельный уровень и стали содержанками. Это самая высокая каста после жен. Покупаются машины, квартиры, дорогие подарки, шубы, бриллианты, совместный отдых, дорогой. И как бы, как я скажу, от га*** до батона все покупается одним мужчиной. Инстаграм-звезда и фотомодель Юлия Шеллинг с гордостью проводит экскурсию по своим апартаментам. Позволяет заглянуть даже в самые укромные места. Очень я люблю нижнее белье. У меня его очень много разных. Немножко лично. Ее инстаграм, фото из путешествий и дорогих ресторанов, кадры из элитного фитнес-клуба, из гламурных вечеринок, новые платья, костюмы, купальники, нижнее белье, бесконечный калейдоскоп соблазнительных и модных образов. У меня очень прекрасный вкус. Она живет, как в витрине магазина, на показ. И стесняться не привыкла. Девушка увлеченно демонстрирует наряды, парфюмерию, аксессуары и готова часами говорить о дорогих своему сердцу вещицах. Рада, Бербери, Кучи, они все стоят в районе 150 тысяч. Также я очень люблю вкусно пахнуть. У меня много дорогих духов. Юлия считает скромность удел тех, кому похвастаться нечем. А ей очень даже есть чем. Я считаю себя умной, просветленной я находкой. Не жизнь, а мечта. Единственное, на что сетует Юлия, времени катастрофически не хватает. Едва смогла выкроить пару часов на интервью. Тебе три часа делают маникюр, потом еще два пятикюр. Пять часов, пожалуйста, куда они ушли? А еще потом сходи в зал, потренируйся. А потом еще кушать же нужно, правильное обитание. И все это занимает настолько много времени. Еще к косметологу сходить, за волосами поухаживать. Ее день расписан по минутам. И все ради одной главной цели – самосовершенствования. Я работаю над собой, развиваю свое сознание, над своими чакрами. Над своими чакрами Юлия работает, не покладая рук. А недавно пришлось прибегнуть к кардинальным методам. Я после некоторых обстоятельств была в большом перерыве без спорта. Очень страдала. Мне нельзя было заниматься спортом. Возле элитного фитнес-клуба после тренировки Юлю встречает авто представительского класса с водителем. Но откуда у 23-летней девушки из обычной семьи все эти атрибуты роскошной жизни? Вы знаете, все это появилось волшебным образом. Это все мне стоило просто захотеть. Если ты чего-то на самом деле хочешь, ты над этим работаешь, то у тебя все получается. Имя своего нынешнего поклонника и благодетеля она не называет, подчеркивая лишь, что он – человек статусный и богатый. Другого рядом с собой она бы просто не потерпела. Статус для меня имеет вообще огромное значение. Его влиятельность, его могущественность, вот сила мужская – для меня это прям очень важно. Меня это возбуждает. Я это очень сильно люблю. И с мужчиной, который не чувствует себя уверенным в себе и не смогут быть. Богатый и статусный. Найти такого мужчину мечтает большинство девушек. Существуют даже специальные курсы, на которых женщинам дают именно такие установки. По сути, жена – это та же эскортница. Она тоже с ним путешествует, занимается с ним сексом и так далее, да? Но у нее есть социальные гарантии. Этого молодого человека зовут Денис Байгужин. Он называет себя тренером по отношениям между мужчинами и женщинами. Его фирменный стиль – эмоциональный напор, образность и простота в изложении материала. Любая работающая женщина – это глупая женщина. Знаете, почему? Потому что любая женщина может выйти на содержание в 100 тысяч рублей, и это в миллион раскручить, чем за эти 100 тысяч рублей работать. Женщина должна жить за счет мужчины, а не работать. Аксиома Байгужина номер один. Эту мысль он буквально вдалбливает своим клиенткам. Женщины слушают лекции Дениса как завороженные. Кто же не хочет всего того, о чем он говорит? За деньги – хрень собачья, просто секс – хрень собачья. А в сексе деньги – это называется любовь. Юлия Шеллинг никогда ни о чем не просит своего мужчину. Он сам заваливает ее подарками. Вот один из недавних. Здесь изумруды, бриллианты, жемчуг – все настоящее. Оно стоило 10 тысяч долларов. Да что там платье? Недавно любимый мужчина подарил ей эту квартиру. Здесь у меня кухня. Газина, где я встречаюсь с своими подружками. Мы здесь сидим, кушаем, взбиваем. Удивительно, но Юлия считает, что ничем не обязана своему покровителю. Наоборот, это он должен. Статус и богатство благодетеля – ее заслуга в том числе. У меня настолько развита энергетика, что я, если что-то отдаю, то этот человек, который мне что-то дал, получает намного больше. Мой мужчина, который подарил мне квартиру, он до этого мне делал много подарков. И после каждого подарка, который он мне сделал, он получал, у него прямо случался какой-то куш в бизнесе или еще где-то. Юлия уверена, секрет ее финансового процветания и успеха у мужчин вовсе не во внешних данных, а в особом самоощущении. Именно оно отличает девушек, к ногам которых мужчины готовы бросить весь мир от обычных проституток. Мужчина, на самом деле, видит разницу – воспользоваться телом на один раз или чтобы у него была женщина, которая его благословит, которая его вдохновляет, которая отряжает его, которая он получает настоящую энергетику. Но, как поется в известной песне, принцев мало и на всех их не хватает. Что же делать девушкам, жаждущим красивой жизни, но не имеющим богатого спонсора? Я не верю в то, что она такая бедная, несчастная, вот она пошла этим заниматься, и не было работы. Они просто не хотят-то работать. Им легче, конечно, там лечь на кровати и дальше смотреть сериал. Но главное, чем рискуют девушки, торгующие собой, то, что тайное рано или поздно становится явным. В интернете немало ресурсов, на которых можно узнать всю подноготную. Из медийных личностей практически все замешаны в этом. Просто их приобретение – это работа. Яна – так называет себя наша собеседница, основатель и модератор одного из самых известных телеграм-сообществ с красноречивым названием «Рынок шкур». Когда мы получаем информацию на ту или иную девушку, которая, будучи, попадет на канал, мы проверяем ее достоверность. Как именно, это секрет. Но чаще всего мы расспрашиваем это среди общих друзей, потому что они осведомлены. Девушка согласилась на интервью только при условии полной анонимности. Мы не покажем ее лицо. Слишком многие заинтересованы удалить с ее ресурса информацию о себе. Если девушка попадает к нам, то это никак иначе позор, поскольку они будущую маму. Эти посты увидят их родителя, друзья. Алиса – та самая, чью анкету мы нашли на сайте по поиску работы для фотомоделей. И чей менеджер обещал, что его подопечная готова приехать к клиенту в отель за полторы тысячи долларов. Алиса убеждена. Девушки ее уровня имеют право требовать от мужчин особого отношения. Мы пригласили Алису на интервью. Она еще не знает, что параллельно мы ведем переговоры с ее менеджером. Я не считаю, что красивые девушки должны разменивать себя на тех, кто не ценит их красоту, не дарит цветы, не дарит подарки. Поддерживать свой статус Алисе позволяют в соцсети. В ее аккаунте почти полмиллиона подписчиков. И это приносит ей приличный доход. Вся моя жизнь – это Инстаграм. Я блогер, я пишу посты. Иногда поклонники просто деньги отправляют. Ну, то есть, это прям частое явление. То есть, ничего прям такого не дарят, но деньги постоянно шлют. На фотографиях сплошная дольчевита. Дорогие наряды, фото с модных показов, тусовок из ресторанов, бесконечные селфи в нижнем белье и без него. И, конечно же, путешествия. Швейцария, Франция, Иордания, Дубай. Какие же должны быть у нее доходы на такие расходы? Но вернемся к нашему главному эксперименту. Напомним, корреспондент, изображающий клиента, коротает время в гостиничном номере в компании Олеси Малибу. Настало время раскрыть свои карты. У нас это был эксперимент. Какой? Телеканал РАНИТВ. И что? Скажи, пожалуйста, ты давно этим занимаешься? Чем этим? Эскортом. Каким эскортом? Ну, вот ты приехала за день. Ты просила 100 тысяч рублей, да? Но у тебя их нету. Ну, почему? Ну, здесь меньше 100 тысяч. Поразительно. Олесю Мала интересует суть нашей встречи. Больше собственного реноме ее волнует, есть ли у корреспондента деньги, на которые она рассчитывает. Я не поняла. Давай сюда, быстро. Чтобы как-то реабилитироваться, Олеся уверяет, деньги она хочет получить вовсе не за интимные услуги, а исключительно за творческие. Я не занимаюсь эскортом. Я делаю посты в Инстаграме за деньги, сторисы за деньги. Все делаю. Я эскортом не занимаюсь. Ну, как так? Ты же приехала сюда за деньги? Нет. А за что ты деньги просишь? Я хотела с тобой пообщаться. Да? Познакомиться, пообщаться. Но только не бесплатно. Олеся продолжает требовать деньги и гнуть свою линию. Давай деньги, я тебе говорю. Либо давай деньги, либо я одеваюсь, ухожу. Чем завершится наш вечер в компании Олеси Малибу? Смотрите далее. Не надо подходить к гостю, к мужчине с такими глазами у вас в одни доллары. Конкурс красоты или ярмарка тщеславия? Одни продают, другие покупают. Есть у женщины сумочка, у мужчины, скорее всего, королева красоты является тоже аксессуаром. Сколько стоит получить титул? Мисс Москва, мисс Россия, мисс Вселенная. У меня семь корон с конкурсов красоты, номинации модели года. И сколько на этом можно заработать после конкурса? Малышка на миллион. Как отличить люкс от эконома? Секс в трейдере. Интим предлагать. Восточная сказка в принудительном порядке. Как шейхи обращаются с русскими моделями? В день может быть от одного до трех клиентов. Конкурс кошельков на конкурсе красоты. Сколько стоит ночь со звездой? Эксклюзивные интервью, собственные эксперименты и шокирующие итоги нашего расследования о всех правилах съема. Смотрите прямо сейчас. На сцене, в свете софитов и в роскошном платье. Под звук аплодисментов, восторженные крики и фанфары организаторы конкурса надевают диадему на королеву красоты. Быть самой обаятельной и привлекательной. Наверное, нет на свете девушки, которая не мечтала бы о таком моменте в своей жизни. Для девушек, которые планируют строить карьеру модели, титул победительницы конкурса красоты – не просто строчка в резюме. Это своего рода знак качества и способ привлечь внимание потенциальных спонсоров и рекламодателей. А значит, обеспеченное будущее. Если ты мисс Россия, мисс Америка, мисс Москва, мисс Вселенная, ты получаешь дополнительные возможности. Вот, например, мисс Вселенная в свое время снялась у меня в клипе «Амор». Была бы она не мисс Вселенная, возможно, я бы даже с ней не познакомился. Поэтому было важно снять официально титулованную красавицу. Сами организаторы всевозможных конкурсов красоты не скрывают. Одна из целей многих таких мероприятий – что называется «свести купца и товар». Девушки, идя на этот конкурс, они хотят в первую очередь себя разрекламировать. Кому-то важно это просто найти себе, может быть, жениха, потенциального мужа. Фотомодель Алла Лагутина – победительницу нескольких конкурсов красоты. О том, насколько скользкий, извилистый и тернистый путь к званию королевы, ей известно не понаслышке. В России модельный бизнес сопряжен с разными грязными предложениями, поэтому я просто оттуда ушла. Мне тоже поступали непристойные предложения. У нас было мероприятие, которое было изначально представлено как официальное, а потом оказалось, что это просто вечеринка со спонсорами, с мужчинами. И нам сказали, что если вы хотите получить какое-то место, нужно раздеться, станцевать перед ними, вы получите место. Половина девушек разделась. Алиса Котельникова в свои 20 лет королева красоты с изрядным послужным списком. У меня семь корон с конкурсов красоты, номинации «Модели года» по версии двух журналов. О психологической подоплёке подобных мероприятий она знает, наверное, всё. Говорит, подиум – то место, где мужское тщеславие соревнуется с женским самолюбием. Понимаете, девушки идут на конкурсы тоже с определённым запросом. То есть это не то, что мужчины туда идут, чтобы найти девушек. Это девушки туда идут, чтобы найти мужчин. Невероятно. Но Алиса даже не пытается скрыть, что некоторые её титулы куплены. У меня был один конкурс, который был прям, прям вот купленный. 300 тысяч стоило второе место. Ничего плохого в столь прагматичном подходе, по мнению Алисы, нет. Она уверена, любой конкурс красоты – это площадка, на которой девушки имеют возможность показать товар лицом. И слово «товар» никого не должно оскорблять. Почему бы не попробовать найти себе на конкурсе кого-то? Ты приходишь, показываешь себя, мужчина приходит, смотрит на тебя и выбирает. Она с детства любила быть в центре внимания. Конкурсы красоты для Алисы – лишь увлекательная игра. И девушка не видит ничего страшного в том, чтобы немного подкорректировать её ход, так, чтобы корона досталась именно ей. Такого же мнения придерживался и покровитель Алисы в то время. Он очень хотел, чтобы его девушка была королевой. Он спонсировал эти безносы. Ему тоже хотелось, чтобы он на свою девушку смотрел, допустим, по телевизору или видел её в журналах. Неважно, сколько они там, я вложил, ты вложил, им это неважно. Им важно, что потом в итоге у них остаётся. Я с мисс Москвой, а ты с мисс, не знаю, вселенной. И ты круче. Фотомодель Алла Лагутина рассказывает даже больше. Существует неофициальный приз-курант на звание «Королев красоты» в зависимости от уровня и раскрученности конкурса. Можно в каком-то небольшом конкурсе за 50 тысяч рублей занять место, не призовое, но не войти в тройку. Допустим, можно заплатить 300 тысяч рублей и войти в тройку. Если мы говорим про топовый конкурс от миллиона рублей, ну и, скажем так, до 8 миллионов рублей. На этом конкурсе в концертном зале «Вегас-Сити-Холл» страсти вокруг призовых мест буквально зашкаливали. Мисс Москва! Гран-при 2018-го года! Семеренко-Леша! Губер, губер, овации! Мисс Москва-2018 Олеся Семеренко уверяет, титул победительницы конкурса завоевала в тяжёлой, но честной борьбе. Подготовка и психологически бывает тяжело. Многие девочки сдаются. Олеся надеется, что совсем скоро перед ней откроются новые перспективы. Связи, может быть, новые знакомства. Много всего, на самом деле. Личностный рост. Правда, отстаивать право считаться самой достойной московской красавицей Олеся пришлось не только во время подготовки к конкурсу, но и после него. Не успели отгреметь фанфары, как в сети появились слухи о том, что новоиспечённая мисс Москва якобы занимается эскортом, а победу на конкурсе ей оплатил богатый любовник. Анонимные недоброжелатели писали, за несколько тысяч долларов Олеся готова составить компанию любому богатому клиенту и регулярно летают в гости к состоятельным бизнесменам из Европы и Арабских Эмиратов. И даже приводили косвенное подтверждение этой информации. Якобы инстаграм Олеси больше похож на эротический календарь или каталог женского белья. Девушке даже пришлось оправдываться на своей личной странице. Неужели я настолько некрасивая, что могу победить лишь за деньги? Касаемо Олеси, она может изощряться всевозможными путями. Но все в узких кругах прекрасно знают, кому она летала, за какие суммы и кто проводил с ней вечера. А может, Олеся Семеренко просто стала жертвой слухов и сплетен-завистниц, которых обошла на конкурсе? Наш эксперт по закулисью конкурсов красоты Алла Лагутина утверждает, для многих девушек такие мероприятия – всего лишь способ набить себе цену. Чтобы поднять себе прайс за ночь и не более того. Они наоборот говорят, что мы молодцы, мы зарабатываем, посмотри, на чем ты ездишь, на чем я езжу, грубо говоря. И девушки не стесняются того, что они занимаются эскортом. Состоятельные мужчины готовы купить своим избранницам место на конкурсе не столько, чтобы порадовать девушку, сколько потешить свое самолюбие. Художник по гриму Эстель Семенчук работает на конкурсах красоты больше 10 лет. Говорит, в этой сфере меняются только участницы. А вот организаторы и гости – все те же. И ходит чаще всего одна и та же компания. Все те же на манеже, да, и по одним и тем же конкурсам владельцы каких-то клиник, владельцы каких-то крупных бизнесов. И, скорее всего, как аксессуар. Есть у женщины сумочка, у мужчины, скорее всего, королева красоты является тоже аксессуаром. Спрос на красоту рождает предложение. И вот девушки буквально из кожи вон лезут, чтобы предстать в образе дорогой и утонченной соблазнительницы. Звездный блогер Мария Капшукова тоже считает – шикарные фотографии в соцсетях все чаще не просто дань моде, а способ продать себя подороже. Но как по фотографиям в Инстаграм отличить ту, которая просто делится с друзьями удачными кадрами с отдыха, от профессиональной эскортницы? Девочка там занимается проституцией или нет, это в основном направление Дубай, Монако, Куршавель и, конечно же, Лондон. Вот эти все три-четыре направления уже характеризуют как-то вот женщину по этим признакам. Если раньше там кто-то там скрывал, что он там где-то живет, где-то отдыхает, то, в принципе, они сейчас этим гордятся, что они туда прилетели, и они такие важные и востребованы. Посты, объявления, рекламные призывы. В соцсетях полно сообществ по набору девушек, готовых скрасить досуг состоятельных мужчин в богатых, в основном арабских странах. Естественно, за деньги. В некоторых объявлениях указываются нюансы. Ублажать придется ни много ни мало членов правящих династий. Вознаграждение соответствующее – от тысячи долларов в день. Не стоит питать иллюзией, что шейхи словно в книге «Тысяча и одна ночь» ищут шахерезаду, которая будет до утра развлекать их сказками. В большинстве случаев подчеркивается – по прилету нужно будет сдать анализы на половые инфекции, а также уточняется, каким видом интим-услуг девушкам надо быть готовыми. Дубай. Это вот туда летает дорогой эскорт, потому что там шейхи. Шейхи. Проводим еще один журналистский эксперимент. Под видом девушки, желающей заработать, откликнемся на объявление о поездке к одному из шейхов Объединенных Арабских Эмиратов. Читаем. Требуемый возраст кандидаток до 24 лет, рост от 170 сантиметров, без татуировок и следов пластической хирургии, проживание на вилле или яхте. Шанс попасть на так называемое продолжение, то есть интим, минимальный, поскольку шейх один, а претенденток в заезде очень много. Гонорар девушкам больше 100 тысяч рублей в день. Объявление в группе оставила некая Камилла Либерман. Заходим на ее страничку и видим, Камилла регулярно публикует подобного рода посты. Похоже, русских девочек ждут везде. Европа, Казахстан, Марокко, Саудовская Аравия, Эмираты. В друзьях у Камиллы почти шесть с половиной сотен друзей. В основном симпатичные девушки. Статусы вызывают неподдельный интерес у подписчиц. Каждый просмотрен несколько сотен или даже тысячи раз. И лайки, лайки. Связываемся с Камиллой по указанному в объявлении номеру. В ответ Камилла присылает голосовое сообщение. Привет, милая, привет. Скажи, пожалуйста, какое именно объявление? Тур в Дубай или поездка к Шейху Ха? Выяснив, о каком именно из ее многочисленных объявлений идет речь, Камилла просит прислать фото и другие данные. На грудь, талия и самое главное бедра. Вот самое главное важны, потому что от них будет зависеть, подходишь ты моему заказчику или нет. Отправляем параметры и специально сделанные для нашего эксперимента профессиональные снимки. Очень скоро Камилла отвечает. Фейс-контроль не пройден. Шейх любит девушек другого типажа. Впрочем, и для нас работа найдется. Есть еще эскорт в Дубае, но эскорт в Дубае в моральном плане, он, конечно, сложноват, потому что в день может быть там от одного до трех клиентов. Поэтому ты уже должна будешь как-то сама для себя понять, подходит такое тебе это или нет. Похоже, у этой восточной сказки все признаки уголовной статьи о вовлечении в занятия проституцией. Каким будет финал нашего эксперимента? Мы намерены попасть в компанию эскортниц, направляющихся в Дубай, и выяснить, как работает эта подпольная структура по вовлечению девушек в индустрию платного секса. Смотрите далее. Чем заканчивают эскортницы? Печальная старость. Она себя не реализовала ни в карьере, ни в личной жизни. И почему, даже зная, что итог будет печальным, женщины все равно обрекают себя на такую жизнь? Такую дону, что женщина ходит, она может работать, обеспечивать беды, строить свою карьеру. Откуда у неработающих девушек деньги на поездки на дорогие курорты? Ты должна будешь себя вести не вульгарно, не вызывающе, не п***я, а вот кошечка играясь, да? Как распознать профессиональную эскортницу? Инструкция по применению. Королева красоты с доставкой на дом. Сколько это стоит? Эксклюзивные интервью, реальные истории и собственный эксперимент. Чем закончится расследование программы? Правила съема. Смотрите прямо сейчас. Мы проводим эксперимент и пытаемся попасть в компанию эскортниц, направляющихся в Арабские Эмираты. А заодно понять, кто же эти девушки, готовые сорваться по первому зову и лететь в чужую страну и в полную неизвестность. Что ими движет? Это личное желание, стиль жизни, это внутреннее состояние, просто себя продавать. Мы разместили в интернете еще одно объявление. Требуется молодая девушка с модельными внешними данными для эскорт-сопровождения бизнесмена в поездке по Европе. В ответ получили десятки откликов. Выбрав несколько претенденток, мы пригласили их на собеседование в ресторан, чтобы рассказать о пикантных подробностях работы, которую им предстоит выполнить. Сразу предупреждаем, интим на этой работе не исключен. Вам может быть секс втроем? Секс без презерватива. После короткой беседы становится ясно, претендентка – девушка с принципами. Ни на какие вольности не согласна. Продолжать беседу нет смысла. Вот в том, что им нужны как раз-таки эскорт-услуги, а так как у меня нет ни желания, ни опыта, как бы, естественно, зачем мне это надо. Вторая соискательница сходу призналась – опыта в эскорте у нее нет, но найти работу очень хочется. Вопросы вообще с научной точки зрения работы, которые меняют, когда я не могу сказать, чтобы, знаете, не смешало. Это бомба, это просто работа. Но, услышав о сумме, которую обещает работодатель за эскорт-услуги, девушка стала проявлять к вакансии больший интерес. А так, если за дополнительную плату, без презерватива секса? Ну, без презерватива нет. После недолгого разговора и обсуждения вознаграждения девушка соглашается поработать в эскорте. В отель после собеседования готовы будете приехать? Нет, не сегодня, это скорее всего будет завтра после завтра. Третья претендентка, которая откликнулась на наше объявление, заявила сходу – у нее есть работа на приличной должности. Эскорт для нее – просто дополнительный заработок. Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Она может работать, обеспечивать деда, строить свою карьеру. И, слава, она может быть, конечно, помочь. Девушка прекрасно представляет, чем ей придется заниматься. Вопросы интимного характера не вызывают у нее особого смысления. Есть какие-то запреты именно в плане секса? Анальный секс? Миньет без презерватива. Секс в трейм, если предложите. Уже после собеседования мы решили поинтересоваться у девушки, неужели она не видит ничего предосудительного в том, что ей только что предложили. Я провожу время с человеком, трачу свое время, естественно, да, он мне не может дать ничего в будущем, то есть я за него замуж не выйду, и он это компенсирует так. Продолжаем наш эксперимент с Камилой. Напомним, мы откликнулись на ее объявление для желающих поработать в Дубае. А в ответ получаем уникальную аудиозапись, настоящую инструкцию для эскортниц. Клиенты разные. Есть клиенты арабы, европейцы, американцы, авторлицы, русских нет, это самое главное. Ты должна будешь себя вести так, чтобы мужчина тебя заметил. То есть не вульгарно, не вызывающе, не п***ки. Ты видишь с клиентом, говоришь ему, you have condom, то есть у тебя есть condom. Если есть, хорошо, и следуй, скажи, нужно приобрести. Ты идешь в душ, время тянешь, идешь в душ, там моешься, выходишь к нему, у вас там происходит близость. После этого девушка должна вернуться обратно в клуб. Таких поездок к клиентам за ночь у нее может быть не одна и не две. От объема работы напрямую зависит ее заработок. Если ты уходишь на час, у тебя секс может быть раз, если ты уходишь на два, у тебя может два раза быть. Еще можешь познакомиться с клиентом и вернуться еще раз, еще раз. Чем больше, тем лучше. В день у меня девочки делают максимум четыре клиента. Многие гламурные фото на фоне элитных небоскребов и пентхаусов девушки привозят именно из таких поездок. В аккаунте королевы красоты Алисы Котельниковой тоже немало таких кадров. Конечно, это еще не повод ее в чем-то подозревать. Результат расследования впереди. Напомним, наш корреспондент под видом клиента вызвал Алису в номер отеля на приватную встречу за деньги. И вот королева во всей красе появляется в номере у незнакомого мужчины. Какой-то великолепнейший джерст. Спасибо. Можно водолючку? Да, можно. После таких фамильярных приветствий не остается сомнений. Девушка прекрасно понимает, зачем ее пригласили. Алиса рассказывает, она не только сама ездит к клиентам, но и помогает девушкам познакомиться с выгодными мужчинами. Не, на самом деле я просто очень хорошо знаю это все изнутри, потому что я в основном занимаюсь знакомством. То есть у меня, ну, все это время я на этом заработаю. Алиса поясняет, она девушка приличная и к кому попало, в номера не выезжает. Готова составить компанию только солидным джентльменом. Я бы не согласилась на встречу, если бы было непонятно что. Там шлюхи как с меня будут там нюхать. А вы спорте, что толкнуло? Я даже не знаю, что ответить, что меня толкнуло конкретно на эту встречу. Хотя, что именно ее толкнуло, становится понятно буквально сразу. Хладимая. Старик, правильно? Да. Меня не спрашивали. Ну, хорошо. Ну, что же, финансовые вопросы улажены. Можно и к делу приступать. Я предлагаю тебе в душ. Хорошо. Да. До последнего момента не верилось, что она согласится. Ну, вот Алиса выходит из душа в прекрасном расположении духа. Алиса. Меня зовут Сергей. Легкие деньги, красивые фото. Такой жизни пытаются подражать и многие подписчицы Алисы. Если женщина себя продавала хоть месяц, все равно об этом будут знать все. Этого невозможно утаить. И, конечно, рано или поздно их ждет печальная старость. Потому что они уже в 30, они уже никому не нужны. Это, опять же, алкоголь, наркотики и все болезни, которые могут быть. Потому что женщина, она себя не реализовала ни в карьере, ни в личной жизни. Этот путь изначально в никуда. Итог нашего расследования довольно предсказуем. Какую философию и новомодные термины «не придумывай» суть не меняется. Для многих девушек модельный бизнес – всего лишь прикрытие. А соцсети и конкурсы красоты – способ набить себе цену. За тысячами лайков, сексуальными позами и завуалированными постами на самом деле скрывается та самая профессия. Первая из древнейших. Обычная проституция. Как ее не называй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова